Традиционно в мае в Даугавпил съезжаются сильнейшие шахматисты, чтобы принять участие в международном турнире «Ладгальская весна». Этот год не стал исключением. В нашем шахматном клубе вновь собрались спортсмены-интеллектуалы из Латвии, Литвы, России, Эстонии и Беларуси. По словам организатора Станислава Кривых, на сей раз был побит рекорд «Ладгальской весны» по количеству участников. Соревнуется 101 человек. Можно было бы и больше участников пригласить, и больше можно было бы пригласить, и там еще другие страны пригласить. Но даже возможности шахматного клуба уже ограничены. Это значит, надо с городскими властями договариваться, чтобы предоставить уже дополнительное помещение. И тогда можно сделать и 150, а если еще и Рижская Федерация постарается, то может быть и больше. Разместить всех игроков в одном зале оказалось невозможно. Нужно было искать варианты решения проблемы. Выручил главный судья, который предложил поставить дополнительные столы на втором этаже клуба в шахматном музее. В турнире принимают участие шахматисты от 5 до 80 лет. У нас здесь проводится турнир А, где играют фавориты и очень такая амбициозная молодежь. Турнир Б там играет до 15 лет, и мы отдельно еще награждаем детей до 12 лет. Разница еще есть. И турнир до 10 лет. И там мы еще включаем детей, которые играют до 8 лет. У нас играют дети. Вот у нас один мальчик, по-моему, белорус, он 5-летний. Основные надежды на призовые места Станислав Кривых возлагает на двоих своих воспитанников. Даниила Хороброго, который в этом году решил посоревноваться в более сильной группе, и на Яну Соломатину. Кстати, этих молодых спортсменов в ближайшее время ждут очень ответственные соревнования. Яна выступит в Праге на чемпионате Европы, а Даниил в Батуми на мировом первенстве. Что касается турнира «Латгальская весна», то он продлится до 29 мая включительно. Тогда и будут определены победители во всех группах.